Доброе утро, уважаемые коллеги. И теперь у нас серия нозологических докладов. И открываем мы раком лёгкую. И, наверное, это не случайно, потому что очень многие возможности иммунотерапии реализовались как раз при этой нозологической единице. И интересно посмотреть не просто на стандарты лечения, они в этой аудитории, наверное, всем хорошо известны, а те перспективные направления и идеи, которые в настоящее время реализуются. Но, конечно, не могут не радовать уже устоявшиеся в течение даже этого форума цифры по отдалённым результатам иммунотерапии при раке лёгкого. И в данном случае мы говорим о 4-летней выживаемости у пациентов, получавших невлумаб в группе плоскоклеечного и неплоскоклеечного рака лёгкого в более ранних фазах. То есть, посмотрите, 14% – это цифры, которые уже, так сказать, основательно вошли в нашу практику, но при этом появляются поданализы. И даже для невлумаба мы привыкли, что во второй линии мы его точно можем назначать без учёта статуса ПДЛ. Отдалённые результаты несколько разнятся. И вы видите, если экспрессии ПДЛ не было, то 4-летняя выживаемость составляет 11%, зато если она положительная, это показатель стремится к 20%. То есть, каждый пятый больной переживёт 4 года на использование этого иммуно-онкологического препарата. По другим препаратам, к счастью, тоже уже есть у нас отдалённые результаты лечения. И в данном случае представлена 5-летняя выживаемость пациентов, которые получали пембродизумаб. И у пембродизумаба был свой путь, сразу ориентир был выбран на ПДЛ-экспрессию. И вы видите, что результаты в первой линии очень и очень обнадёживающие. А я скажу, что напомню о том, что при гиперэкспрессии более 50% пембродизумаб может использоваться в монорежиме. И он практически не уступает результатам комбинации пембродизумаба с химиотерапией. При такой ПДЛ-экспрессии. Но на чём хотел бы акцентировать Ваше внимание, что насколько выгоднее назначать пембродизумаб в первой линии, а не во второй при гиперэкспрессии. Посмотрите, медиана общей выживаемости в случае, если мы назначаем препарат в первой линии, составляет 35 месяцев. В то время как в случае назначения во второй и в последующих линии, это показатель в два раза меньше. 15,4 месяца. То есть, собственно, действительно обнаружена такая таргетная цифра, более 50% ПДЛ-экспрессии, когда назначение в первой линии иммунопрепарата оправданно и приводит к лучшим результатам. Что ещё на серии слайдов с отдалёнными результатами обращает на себя внимание, это отдалённые результаты в зависимости от полученных эффектов. И первый же слайд, это использование неволумаба, посмотрите, в случае, если у пациентов реализовался полный ответ, либо частичный ответ, 4-летняя выживаемость 58%. При этом даже при стабилизации заболевания 20% практически переживает 4-летний рубеж. То есть, уже получив первые данные, вторые по эффекту, мы можем предположить, как в дальнейшем будут развиваться события. Для того, чтобы убедиться, что это так, это не случайность, вот ещё, пожалуйста, слайд по использованию отозолизомаба. И здесь тоже мы видим прямую зависимость результативности от полученного эффекта. И здесь уж медиана вообще какая-то просто беспрецедентная, 53 месяца в случае, если был получен частичный или объективный эффект. Вот если посмотреть на таблицу, да, ничего, в общем-то, такого для нас уж удивительного, 63% однолетняя выживаемость, 37% двухлетняя, трёхлетняя 28%. Но разделение по эффектам говорит само за себя. Кстати, обращу ваше внимание на то, что как раз в случаях, когда достигнута стабилизация, опять получено 20% пятилетней выживаемости. То есть, цифры очень похожи. Здесь представлены регистрационные значения для препаратов, и то, что находится ниже линии, это то, что зарегистрировано в Российской Федерации. И это во второй линии и неволумаб, и отозолизомаб без учёта PDL, экспрессии, пембролизомаб, PDL положительных больных. В первой линии на сегодня мы имеем возможность использования в монорежиме пембролизомаба в случае гиперэкспрессии более 50% и также комбинации иммунохимиотерапии при экспрессии менее 50%. На этом исследовании не мог не остановиться, потому что оно знаковое, мне кажется, для иммунотерапии. Наконец, найден очевидный маркёр, который подобно таргетной терапии предсказывает эффективность иммунотерапии. И посмотрите, что в случае гиперэкспрессии году 48% продолжает жить без признаков прогрессирования. Это очень похоже на цифры, которые мы имеем при использовании таргетной терапии. И, собственно, это и есть отображение того, что мы столкнулись с воспалительным иммунофенотипом опухоли и микроокружения. И здесь практически гарантированно будет получен результат. При этом не только время без прогрессирования, но и медиана общей выживаемости очень и очень хороша. И в данном случае 30 месяцев. Это прекрасный результат, тем более, что формируется плато дальнейшее, и как мы привыкли, при использовании иммунотерапии селектируется группа пациентов, которые получат длительную выгоду от назначения данного препарата. При этом и группа контроля, вы видите, демонстрирует достаточно приличные показатели. И, конечно, здесь надо отдать должное кроссоверу, который помогает этой группе улучшить собственные результаты. Но при этом кривые по общей выживаемости все равно расходятся, что лишний раз доказывает целесообразность назначения иммуно-онкологических препаратов в первой линии при гиперэкспрессии ПДЛ. На сегодня мы можем говорить, что для неплоскоклеточного рака лёгкого, конечно, надо определить драйверные мутации, использовать там таргетную терапию. И, как мы уже привыкли к иммунотерапии, в этом случае обращаться только в самых крайних случаях. Потому что, как минимум, в монорежиме иммунотерапия у больных с активирующими мутациями при раке лёгкого не очень-то эффективна. Что делать в отсутствии драйверных мутаций? Ну, собственно, определять ПДЛ-1 экспрессию. И, независимо от того, плоскоклеточный это рак или неплоскоклеточный, можно использовать пемброзитмап в монотерапии. Сегодня есть такие регистрационные показания. В случае, если ПДЛ-1 менее 50%, сегодня тоже не остаётся практически места для всего лишь платинового дуплета химиотерапевтического. Это сочетание иммунотерапии с химиотерапией. И здесь у нас есть два варианта пемброзитмап с химиотерапией. И ещё один очень интересный вариант – это отелизумап с бевоцезумапом с химиотерапией. Эти показания зарегистрированы и могут сегодня использоваться в лечении этой категории пациентов. Создаётся впечатление, но это так и есть, что химиотерапевтический дуплет в первой линии лечения больных будет постепенно вытеснен монотерапией ингибиторами иммуноконтрольных точек при экспрессии ПДЛ-экспрессии более 50%, или комбинацией химиотерапии с иммунотерапией при экспрессии ПДЛ-1 менее 50%. Но ничего не стоит на месте, и нет ничего постоянного, более чем временное. И я же сказал, что при ЭДЖФР-мутации не надо использовать иммунотерапию, и сам себя теперь начну опровергать. Потому что исследование ПАУЭР-150, оно, наверное, первое, которое действительно показало целесообразность иммуно-онкологического подхода в этой сложной категории пациентов. Здесь до 70% пациентов были больные, которые уже получили таргетную терапию, и спрогрессировали в них, реализовались некие механизмы резистентности. И посмотрите, вот такая комбинация отезоизумаба, биооцезумаба с химиотерапией оказалась очень и очень эффективна у этой категории пациентов. Но что мы знаем про преодоление механизмов резистентности у больных на ингибиторах тиразинкинации? Это, конечно, использование асиммертиниба в случае, если мы находим мутацию 790. Вы помните, что время без прогрессирования на асиммертинибе во второй линии 10 месяцев. Смотрите, здесь тоже 10,2 месяцев. Это без учета статуса Т-790М. Более того, если мы посмотрим на общую выживаемость, она выглядит еще более удивительной. Опять-таки сформировано плато, и в данном случае наблюдения есть уже и двухлетние. Вы видите, сформирована группа пациентов, которые, по-видимому, и не собираются, к счастью, погибать от прогрессирования. И это принципиально новая концепция возможности иммунотерапии в разделе лечения пациентов с активирующими мутациями. ПДЛ-1. Прекрасно все мы разобрали. Конечно, мутационная нагрузка. Мы очень остро нуждаемся еще в каких-то дополнительных маркерах, которые будут предсказывать эффективность клинических маркеров. И мутационная нагрузка. Выбрано 10 и более мутаций на 1 мегабазу, как котов. И мое мнение, не буду углубляться долго, почему, что это очень хороший маркер для использования иммуно-иммунотерапии. Анти-CTLA-4 и ПД-1-ПДЛ-1 терапии. Здесь, по-видимому, мутационная нагрузка сыграет. И что оказалось удивительно, или не может даже не радовать, что это совершенно не связано со статусом ПДЛ. Это два разных маркера, которые на сегодня, по-видимому, у нас есть в руках. Надо просто рационально использовать. И посмотрите средний слайд. Однолетнее время без прогрессирования мы использовали сочетание невлумаба с эпилемумабом составляет 42%, при том, что это положительные по ПДЛ-экспрессии больные. Следующая картинка. ПДЛ-1 отрицательный. Опять та же самая схема и показатель 45%. В данном случае именно высокая мутационная нагрузка была тем предиктором эффективности, на который можно было ориентироваться, а отнюдь не экспрессия ПДЛ-1. Ну, новым трендом, конечно, является движение иммунотерапии в сторону локализованных форм рака лёгкого, операбельных форм. И серия исследований, очень убедительных по неодевантной терапии, которая показала высокую частоту большого морфологического ответа. Случай, когда остаются жизнеспособными менее 10% опухолевых клеток. И это тот самый вариант, который ассоциирован действительно с лучшими отдалёнными результатами лечениями, возможности перевода неоперабельных состояний в операбельные, либо касается вопросов уменьшения объёма резекции лёгочной паренхимы. И вот при использовании в монорежиме от изолизумаба частота большого морфологического ответа почти 20%. И ещё, посмотрите, более 50% эффект у каждого второго. То есть, это очень выраженные ответы. Что происходит ещё? А здесь, посмотрите, сочетание неволомаба с химиотерапией. И цифры просто потрясают воображение, когда вообще встаёт вопрос, нужна ли хирургия. И начал бы я вот с того, что 70% полных патологических ответов. Это недостижимая вещь, это всего два курса химии и иммунотерапии. А если мы говорим о большом морфологическом ответе, это почти 83%. То есть, результаты, которые ещё надо осмыслить и понять, как правильно их приложить к реальной клинической практике. Ну, возможность использования, опять-таки, иммуно-иммунотерапии. И здесь использование неволомаба против неволомаба с эпилемумабом. Это тоже речь идёт о неодевантной терапии. И результаты для монорежима неволомаба получены идентичные, как и при отезолизумабе. 19% большой морфологический ответ вместе с полным регрессом. Но посмотрите, что происходит при сочетании антистителя А4, антипедиадин-терапии, 44% большого морфологического ответа, причём 38% из них приходится на полный морфологический ответ. В общем, результаты доказывают правильную стратегию и огромное желание продолжать двигаться в этом направлении. Мы с удовольствием работаем во всех возможных клинических протоколах, видим такие результаты, общаемся с нашими морфологами, они ничего подобного тоже не видели. И главное, что меняется идеология. Сегодня не важно посмотреть степень патоморфоза, важно посмотреть то, что осталось жизнеспособным, оценить, понять, почему это жизнеспособно, посмотреть микроокружение и сформировать дальнейшую концепцию лечения. Здесь объединённые данные, о которых я уже говорил. И, конечно, направление, от которого нельзя уйти, и может быть не только неодевантная иммунотерапия, или схимиотерапия, а может быть ещё и с лучевой терапией будет использоваться, и это увеличит частоту полных эффектов, может быть до 100%, не знаю. Но есть все предпосылки, потому что лучевая терапия увеличивает антиген-презентацию, она увеличивает ПДЛ-экспрессию на опухолевых клетках, и это всё является хорошим поводом для назначения иммунотерапии, что, собственно, и было реализовано как раз в поддержившей терапии после окончания химия-лучевой терапии. И два исследования, здесь приведено одно с пембролизумабом, одно с дурволумабом. Дурволумаб – история несколько более ранняя, и мы уже даже в России ждём в ближайшее время регистрацию этого показания, а повод для этого есть. Посмотрите, время без прогрессирования в случае назначения иммуноонкологических препаратов колеблется где-то на уровне 17 месяцев, в то время как группа, которая получала плацебо, показатель в 3 раза меньше. Это фантастические результаты для сегодняшнего времени, когда исследовательский препарат в 3 раза улучшает результаты контрольной группы. И, конечно, это очень важно, тем более в контексте полученных свежих результатов САСКО по уже трёхлетней выживаемости. Посмотрите, 57% переживают трёхлетний срок наблюдения, и это очень важно, поскольку опять-таки формируется плато, и я здесь приблизительно посмотрел на 4 года, как раз будет достигнута медиана. То есть каждый второй пациент на химио-лучевой терапии переживёт 4 года, а это прямые уже конкуренции с цифрами, которые могут представить хирурги при операциях 3-й А стадии. Конечно, ещё прорывом оказалось, наконец, вхождение в стандарты лечения иммунотерапии, в лечении больных мелкоклечным раком лёгкого. Как я уже на одной зекте говорил, есть рекорды спортивными, которыми восхищаешься, они годами держатся, но потом они уже начинают раздражать. Так было и с мелкоклечным раком лёгкого. И, наконец, впервые за 25 лет есть прорыв, когда введение тазолизумаба в лечение в первую линию с старой, хорошо известной схемой ИПИ привело к увеличению и времени без прогрессирования, и вот на 12 месяцев вы видите 12,6 против 5,4, что сказалось и на разнице по общей выживаемости. К году медиана не была достигнута в группе с тазолизумабом против 38,2 на стандартной терапии. К счастью, не только исследования по использованию в первой линии оказались эффективны, но и во второй, и в последующих линиях и пембролизумаб, и ниволумаб показали свою эффективность в поздних линиях лечения мелкоклечного рака лёгкого. И, как мы уже привыкли, когда мы говорим про ниволумаб, очень часто появляется когорта ниволумаб с эпилемумабом, и она зачастую оказывается более эффективной, чем ниволумаб в монорежиме, так как произошло и здесь. И если мы обратим внимание на двухлетнюю общую выживаемость, это 26% на комбинированном лечении против 14% на лечение только ниволумабом. Но сегодня в Российской Федерации зарегистрирован даже просто ниволумаб в лечении третьей линии больных мелкоклечным раком лёгкого. Опять-таки хотелось посмотреть, а не сработает ли здесь ТМБ, мутационная нагрузка. И видите, ожидания наши оказались не напрасны. Даже для одного ниволумаба были преимущества в группе, где мутационная нагрузка была высокая, но это вообще стало очень ярко видно при использовании ниволумаба с эпилемумабом, и однолетняя выживаемость при высокой мутационной нагрузке составила 62,4%. Фантастические цифры. Безусловно, очень хочется получить эту возможность проведения анализа на мутационную нагрузку и в Российской Федерации. В заключение хотелось бы сказать вот такая фраза «Свойства человеческого разума, характеризующаяся степенью освоения знаний и подсознательного опыта и выражающейся способности уместного их применения с учётом конкретной ситуации, есть мудрость». Это в Википедии я нашёл. Это повторить невозможно, только прочитать, как это очень глубокая мысль. Но я желаю всем нам мудрости. Спасибо. Константин Константинович, действительно, не повторить даже. Уважаемые коллеги, вопросы, будьте добры. Константин Константинович, публика пока у нас, коллеги, думают. Скажите, пожалуйста, ваше мнение всё-таки на фоне современной терапии. Нужно ли делать повторные биопсии для того, чтобы оценить эффект, для того, чтобы посмотреть, что там делается с опухолью? Определить тактику? Безусловно. Безусловно. Ребиопсия. И мы привыкли уже с эрой молекулярно-генетического анализа, с введением стандарта таргетной терапии, мы понимаем. И здесь тоже для того, чтобы разбираться, нужны ребиопсии. И я, в общем-то, на одной из лекций на этом форуме уже говорил, что на сегодня мы в онкологическом центре разрабатываем новую стратегию подхода к развитию науки в онкоцентре, где именно неодевантная терапия станет краеугольным камнем к развитию этого направления. Очень удачная концепция. Если вы получаете достаточный материал до начала лечения, вы проходите короткий курс, вы получаете или не получаете эффект, вы оперируете пациента, вы имеете большой опухолевый материал после операции. И вот сопоставление этих изменений до начала лечения, после, с эффектом, это то, что может сдвинуть наше понимание в этом аспекте. Этим надо очень активно заниматься. И еще раз, я говорю, мы не то раньше смотрели, морфологи смотрели, а какой потом морфоз, сколько некроза. Надо смотреть, сколько осталось, почему осталось, что это за клон. И главное, что наверняка оставшиеся проявления тоже надо удалять, потому что это как раз и будет то, что даст резистентность и распространиться по организму. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть вопросы? В какой потеологии пациенту, правда, не давать будут в том или ином? Петель отрицательным, точно. В начале определяется петель, петель отрицательным? Нет, ну стандартов нет, вот так спросили, я так вот ответил. Для нас тоже сейчас мутационную нагрузку определить непросто совершенно куда-то направлять, но понимаете, ну ПДЛ-1 очень хороший маркер, я вот наконец для себя осознал, что такое больше 50% ПДЛ-1 экспрессия. Есть, так сказать, микроокружение, называется иммунная пустыня, где нет инфильтрирующих лимфоцитов, есть промежуточный вариант и воспалительный тип. И вот в воспалительном типе как раз очень много есть поводов для наличия ПДЛ-экспрессии. Мы косвенно, увидев более 50% ПДЛ-экспрессии, говорим о том, что это воспалительный тип микроокружения, и именно в этом случае быстрее всего ПДЛ-1, антипедия-1 терапия будет эффективна. Но вот что делать, когда экспрессии нет или она низкая, а именно мутационная нагрузка, она позволяет предсказать эффективность сочетания анти-СТЛ-А4 с антипедия-1 терапией. И вот здесь, мне кажется, это очень важно. Тем более, что формирование иммунного ответа – это не какая-то локальная точка, это цепочка событий. И когда мы научимся разбирать всю эту цепочку событий и находить, в чём именно поломка, в индиген-презентации, в пролиферации лимфоцитов, в их трафике, в инфильтрации опухоли, или только на уровне взаимодействия чекпоинтов, тогда мы сможем селектировать подходы к лечению. Они могут быть очень разнообразны, и за этим будущее. Константин Константинович, ещё тогда короткий вопрос. Всё-таки вот здесь сидят клинические наши онкологи. Всем нужно пациентам делать ПДЛ-тестирование или нет при раке лёгкого, учитывая дорогостоящие препараты, учитывая, что они сейчас, в общем-то, доступны будут? Ну, мне достаточно сложно, потому что я работаю в Москве, и у нас ситуация с обеспечением достаточно приличная, честно говоря, поэтому я бы для Москвы сказал всем. Ну, мне кажется, что это надо всем для России делать, потому что, на самом деле, это не так сложно, иммуногистохимический метод, он недорогой, и, в общем, иммуногистохимический можно определять, но те больные, у которых вот больше 50, это вообще круто, я не видела ни одного, у кого бы не было эффекта, длительного, недлительного, но все, кто имеет высокий ПДЛ, они очень хорошо отвечают на лечение. Есть, на самом деле… Нужно выделить больных, группу больных, которые будут отвечать на иммунотерапию, мы как раз, может, меньше денег потратим, выделим этих больных. Да, но есть группа больных, которых, наверное, гиперэкспрессия больше 80-90%. Вот там, это, вот там, вот больше 50 я видел все-таки без ответа, а вот больше 80 не видел, это не столь часто событие. Но… Представляете, выделить такого больного, найти такого? Да, вероятность полных эффектов высоких, но потрясающие цифры, полученные при неодеванной терапии. И вот здесь экономический эффект может быть очень хороший, потому что два курса по себестоимости, ну еще они как-то понятны в сегодняшнем контексте, это во-первых, а потом после операции, может, там достаточно и стандартной химиотерапии, и дальше все будет совсем по-другому. Поэтому концепция неодеванной терапии у оперативных больных, я думаю, она очень перспективна. Продолжение следует...